25 марта Новый Ренгой накрыл сильный снегопад. Коммунальным службам пришлось серьезно потрудиться, чтобы устранить его последствия. Очищать дороги и тротуары от снега в ту же ночь вышли 74 человека и 42 единицы техники. А уже на следующий день Андрей Воронов посетил снежный полигон в северной части города, куда и свозится весь снег газовой столицы. Ждем пока конца апреля, потому что основной поток именно по вывозу будет в конце апреля. Со всех баз повезут, зачищать будут территории, поэтому ждем к концу апреля. Ну, по предварительному? Ну, будет больше, конечно, потому что объем большой, в действительности. Выпал снега в этом году. Снега много и одного полигона для города явно недостаточно. С южной части многие просто не довозят его до официального накопителя и скидывают на окраинах. К следующему году на юге планируют открыть второй полигон. В ближайшее время власти совместно с коммунальщиками определяют его место. Как сейчас работают дорожники, рассказал заместитель директора компании УГСК, который отвечает в городе за уборку снега. Идем по графику, да, после Нового года вообще из графика не выбиваемся. Но, опять же, в зависимости от погодных условий, от того, как убирают граждане технику, если все убрано, то мы в течение двух суток зачищаем один фрагмент. Если будет второй накопитель где-то на южной части, то, соответственно, облегчит нам задачу вывоза. Снега в этом году так много, что, по прогнозам сотрудников УГСК, он, возможно, не растает на полигоне даже к августу. Южный накопитель позволит решить вопросы с необходимыми дополнительными площадями и с их транспортной доступностью. Вероника Самошкина, Гюли Димитразов, Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.